«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Логарькова Мария Андреевна, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии наук, временно исполняющий обязанности генерального директора Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины, в котором она также заведует лабораторией клеточной биологии. Кроме того, Мария Логарькова возглавляет кафедру иммунологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, которая окончила в 1989 году. В 90-х годах она стажировалась в ряде научных центров Европы, а также в США и Канаде, прошла аспирантуру Института биологии Гена РАН. В 95-м году защитила кандидатскую диссертацию по организации «Хромосом». В 2010-м – докторскую, которая была посвящена особенностям плюрипатентных клеток человека. Область научных интересов Марии Логарьковой – клеточная биология, молекулярная биология, молекулярная иммунология, стволовые клетки, клеточные технологии. Она автор около ста статей в отечественных и зарубежных научных журналах. Мария Логарькова в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Мария Андреевна. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы переживала периоды взлетов и падений разной степени интенсивности на протяжении ста с лишним лет с момента своего возникновения. Сейчас, как я считаю, интерес к этой теме стабилизировался. Он не угас, но он утратил некий, присутствующий еще какие-то там 20 лет назад, оттенок нездоровой сенсационности. Сейчас новости из области исследований стволовых или стволовых клеток, мы еще проясним этот момент, как нужно говорить правильно. Новости эти поступают устойчивым потоком. Вот совсем свежая новость из этой области. Японские ученые, авторы публикации в одном из июльских номеров журнала Science взяли эмбриональные стволовые клетки мыши, вырастили из них по отдельности ооциты и фолликулярные клетки, затем собрали из получившихся клеток полноценные фолликулы. Это означает, что для создания искусственного яичника, пишут журналисты уже, больше не нужен донор. То есть можно просто взять у женщины любые клетки, репрограммировать их в стволовые или стволовые, а затем сделать из них инкубатор для яйцеклеток. Это такой вот журналистский взгляд на это открытие. Ну, о репрограммировании пойдет сегодня речь, чуть позже. А в целом Мария Андреевна будет рассказывать о стволовых клетках человека. Пожалуйста. Здравствуйте еще раз, уважаемые зрители. Я действительно хочу сегодня рассказать про стволовые клетки человека и какие стволовые клетки у нас есть, существуют в организме, а какие мы можем попробовать сделать искусственно. Итак, понятно, что наш организм в течение жизни восстанавливает утраченные в процессе функционирования клетки, а еще и бывают иногда какие-то травмы, повреждения. Для этого тоже нужны клетки, которой нужен какой-то запас, чтобы восстановить. И, собственно говоря, есть такой термин регенерация. Я думаю, что мы его со школы знаем. То есть про этих ящериц. Да, про ящерицу, хвост, все помнят. Способность живых организм со временем восстанавливать поврежденные ткани, а иногда и целые потерянные органы. И вот это, на самом деле, просто из учебника такой слайд. И есть два вида вот этой регенерации. Она физиологическая, то есть когда в процессе деятельности у нас восстанавливается какой-то запас. А есть репаративная, если что-то повреждено. И чем сложнее организм, тем сложнее ему вот так вот репаративно восстанавливаться. Потому что если из школьных учебников мы знаем, что если плоского червя планарию разрезать просто вот так вдоль пополам, то дальше восстановится два червяка. Если отрезать луч у морской звезды, то он потом восстанавливается. Про ящерицу и хвост мы, наверное, помним с детства по рассказам Виталия Бианки. К сожалению, мы такой способностью не обладаем у высших млекопитающих. У млекопитающих, на самом деле, такие функции отсутствуют. Чемпион по регенерации среди позвоночных – это саламандра. Потому что у саламандры, у земноводного, есть возможность восстановить конечности. Вот у нее в основании конечности есть такие специальные клетки, называются клетки-бластемы. Из них может восстановиться целиком лапка со всеми тканями, и кость, и кожа, и мышца, и нервы. Так что стволовые клетки обеспечивают целостность нашего организма, и, возможно, могут во многих случаях действительно восстановить орган, ткань или, во всяком случае, клеточный запас. Как правило, клетки имеют более короткий жизненный цикл, чем весь организм. И чем больше мы знаем, тем меньше остается органов и тканей, в которых нет стволовых клеток. И такие ткани, как кожа, кишечник, кровотворные системы в течение жизни, продуцируют такое количество клеток, чья масса, сухая масса, составляет на самом деле несколько тонн. Приблизительно каждые пять дней эпителики-кишечник у нас восстанавливается. То есть происходит вот такая физиологическая регенерация. Естественно, каждой клетке такую возможность быть стволовой, мы потом поговорим о терминах, о том, что, собственно говоря, такое, да, но дать возможность превращаться в какие-то другие клетки для многоклеточного сложного организма, где много у нас в организме больше двухсот типов клеточных, это означает потерять контроль на самом деле за организмом. Понятно, что стволовые клетки должны быть в таком случае избранными, да, какими-то. Их не должно быть много. Возобновление специализированных клеток происходит за счет стволовых клеток. Стволовая клетка – это клетка, которая в одних условиях способна самовозобновиться, то есть поделившись, дать два потомка, оба из которых будут стволовой клеткой. Или поделиться таким, так называемым, несимметричным делением, когда один из потомков останется стволовой клеткой, а второй станет клеткой-предшественникой, чья, и тоже есть такая, раньше говорили клетка-предшественница, да, а теперь клетка-предшественник, хотя, на самом деле, наверное, с точки зрения русского языка, лучше клетка-предшественника, да, да, ну вот, и дальше ее судьба уже предопределена, и она может тоже там поделиться и дать два предшественника, но судьба уже будет понятна. Куда она идет? И у этих клеток-предшественниц тоже, в общем, есть своя иерархия, так равно как у стволовых клеток тоже. То есть стволовая клетка – это клетка, которая способна к самообновлению, и клетка, которая, с другой стороны, способна давать начало многим другим типам клеток. Поговорим об этой истории и о терминах. Стволовая клетка, мы сейчас говорим так, а сначала говорили стволовая клетка, и это звучит, может быть, даже более солидно. Меня иногда поправляли некоторые ваши коллеги давно. Ну, теперь все говорят стволовая, это уже устоявшийся термин. И была в журнале, если не ошибаюсь, Nature, большая статья о том, кто, собственно говоря, придумал, первый применил и так далее. И Валентин Хакер в конце 19 века, начале 20-го, использовал термин стволовая клетка на немецком языке, но в применении как раз к яйцеклеткам и сперматозоидам, клеткам генеративного ряда. И впервые термин стволовая клетка и предположение о том, что клетки крови происходят из одной единственной стволовой клетки крови, действительно сделал Александр Александрович Максимов, совершенно удивительный человек, профессор военно-медицинской академии. Ну, военно-врач же был. Да, Санкт-Петербурга. К сожалению, закончил он свою жизнь не в России, а эмигрировал он в Соединенные Штаты. Но в России он сделал совершенно потрясающее предположение о том, что все клетки крови имеют одного предшественника, одну стволовую клетку. И он это опубликовал в немецком издании, которое называлось «Фолия химатологика». Называлась эта статья «Лимфоцит как общая стволовая клетка разнообразных элементов крови в эмбриональном развитии и постфитальной жизни млекопитающих». И вот эта картинка – это на самом деле рисунки Александра Александровича. Если сейчас посмотреть на мазки и фотографии гистологические современные, то, в общем, не сильно они отличаются. Это совершенно потрясающий был человек. И мы часто любим говорить о том, как Россия – родина слонов и всякое прочее, но в этом случае заслуги Александра Александровича они получили свое признание и за рубежом, и Максимова все цитируют и знают, и он действительно считается одним из основоположников теории происхождения, теории о стволовых клетках. Собственно говоря, откуда берутся у нас в организме стволовые клетки? Процесс развития считается, во всяком случае, в нормальных физиологических условиях однонаправленным. И если он уже запущен, он не может быть повернут вспять. И в результате выполнения программы клетки постепенно утрачивают потенциал дифференцировки, то есть потенциал превращения в клетки всех наших многочисленных типов. И вот если представить, что вот это оплодотворенная яйцеклетка, дальше клетки ее потомки постепенно теряют возможность дифференцировки. И есть сначала три зародышевых листка, эктодерма, мезодерма, энтодерма. Из мезодерма у нас происходит кровь, кость, хрящ, мышцы и так далее. Из октодерма у нас происходят нейроны, клетки эпидермиса и так далее. Из эндодерма у нас происходят многие железы, кишечник и так далее. И после того, как эти три зародышевых листка на самом-самом ранней стадии образовались, уже дальше клетки эктодермы не могут стать клетками эндодермы. Есть некие еще интересные клетки у нас на раннем стадии развития, называются они клетки нервного гребня. У них есть такие смежные возможности к дифференцировке, но это некий отдельный случай. Так вот, некоторые клетки в нашем взрослом организме не доходят до самого конца дифференцировки, остаются вот где-то здесь, на серединке горы, с которой они еще не скатились. Но сказать, что у нас существует какая-то единая ствола, стволовая клетка или единый тип стволовой клетки, ни в коем случае нельзя, хотя и такие теории были. И где они у нас есть, стволовые клетки? В костном мозге у нас есть два основных типа стволовых клеток. Это гематопоэтические, то есть стволовые клетки крови, и так называемые мезонхимальные, стромальные клетки. Они друг в друга не переходят, не превращаются и дают начало крови, а вторые умеют дифференцироваться в кость, жир и хрящ. Есть в сосудах свои клетки предшественники, скорее не стволовые клетки, которые умеют делать клетки эндотелия, внутренней выстилки сосудов, в коже, в основании криптокишечника и многое еще где. В мозге тоже есть стволовые клетки, а еще они обнаружены в молочной железе, в подкожном жире, в протоках печени, в протоках поджелудочной железы и так далее. Первые экспериментальные доказательства существования стволовых клеток получили через, на самом деле получается, 50 лет после предположения Максимова Тил Маккалок, один физик, один врач, которые доказали, что после облучения мышей, так называемой сублитальной дозы радиации достаточно трансплантировать. То есть есть клетки, которые достаточно трансплантировать в единичных количествах, для того, чтобы полностью они восстановили кроветворение вот этой облученной мыши. Они Нобелевскую премию не получили, они получили много других медицинских премий, но вот на самом деле это открытие, конечно, достоин Нобелевской премии. Ну и сейчас я этот слайд взяла у профессора Ниносина Дрезе из лекционного курса. Вот сейчас выглядит вот так система нашего кроветворения. Так вот, на самом деле, все-все-все, все клетки крови нашей, и эритроциты, и лейкоциты, и моноциты, все-все-все клетки крови, они происходят из одной единственной стволовой клетки. Хотя таких стволовых клеток в нашем организме, их не одна. Они в костном мозге, и они, их скорее всего, это предмет изучения очень активного гематологов, физиологов всего мира, скорее всего, таких клеток, ну, по крайней мере, там, несколько десятков, а может быть и больше. И они, ну, я имею в виду тех, которые выполняют свои функции в организме, потому что запас их, скорее всего, больше. И они иногда сменяют друг друга эти клоны. Сначала одна работает стволовая клетка, или там пять, да, а потом другие пять сменяют. Но, во всяком случае, вот, в течение жизни вот эти стволовые клетки у нас производят весь наш много-много-много миллионный, миллиардный запас специализированных клеток крови. Когда мы говорим о том, где у нас есть стволовые клетки, то мы ещё должны сказать про такое образование, как ниша стволовой клетки. Стволовая клетка не гуляет просто так по организму, и, так сказать, не прикрепляется неизвестно где и так далее. Есть очень сложная... Это она в укрытии только. Она в укрытии, именно так. И это укрытие обеспечивают ей очень много факторов. Это называется ниша стволовой клетки. И вот такая виртуальная ниша, да, она должна состоять обязательно из некоторых так называемых стромальных клеток, то есть клеток, которые могут, например, обеспечивать стволовую клетку просто прикреплением к какому-то одному месту, да. Они связаны через какие-то рецепторы. В каждом случае свои рецепторы. И, кроме этого, очень часто, скорее всего, практически всегда, есть, наверное, гуморальная регуляция этого процесса взаимодействия со стромальными клетками. Конечно, рядом где-нибудь должен быть обязательно сосуд, по которому потомки стволовых клеток, например, могут... Или сама стволовая клетка, как это происходит, на самом деле. Да, может. И, соответственно, каким-то сигналом внешним, без внешнего сигнала клетка просто так никуда не пойдет. И клетки, потомки этой стволовой клетки тоже часто где-то рядом есть. И, соответственно, это очень сложная, очень динамичная структура. Она принимает и передает сигналы через клеточные и бесклеточные компоненты, потому что есть еще, так сказать, внеклеточный матрикс белковый, растворимые факторы и так далее, и так далее. И вот эта ниша у каждого типа стволовых клеток, в общем, своя. Потому что стволовая клетка, которая умеет превращаться в нейрон, скажем, она может занимать одну и ту же нишу с какой-то другой стволовой клеткой, но она не может в этой же самой нише превратиться из одной стволовой клетки в другую. И тут я хочу сказать, что, конечно, охота на стволовую клетку, о том, как нам ее научить сделать что-то для нас, для того, чтобы восстановить поврежденную ткань, для того, чтобы сделать для человека его специализированные какие-то стволовые клетки, этот вопрос занимал исследователь, вот как раз начиная с Максимова, а то, может быть, и раньше. И мы пытаемся вывести эти клетки в культуру и научить их жить и размножаться в неволе. И надо сказать, что это получается с разной степенью успешности для разного типа стволовых клеток взрослых. Потому что, если, скажем, стволовые клетки кожи, можно заставить инвитро попробовать сделать искусственную кожу, но вместе с другими клетками, то, что называется кожный тканевый эквивалент и так далее, то вот вырастить стволовые клетки крови пока еще никому не удалось. И мы подбираем среды, мы подбираем какие-то факторы, мы подбираем подложки. Раньше мы сокультивировали одни клетки с другими для того, чтобы дать какое-то питание и так далее. Но сейчас, поскольку потенциальные потребности медицины требуют очень строгого состава того, что мы используем, исследователи стараются животного происхождения какие-то факторы или какие-то смеси с неизвестным полностью составом вообще не использовать. Мы в лабораторных условиях до сих пор иногда их используем, но вообще для медицины это не подходит. Им пробуем делать нишу, моделировать нишу для стволовой клетки, потому что стволовая клетка, она все время находится где-то между дифференцировкой, а значит, конечным временем жизни и смертью в итоге, и адаптацией к культуре, а адаптация к культуре – это часто трансформация, это изменение кариотипа и так далее. И для того, чтобы нам что-то сделать со стволовой клеткой, надо научиться ее вот в этой нише задержать, чтобы потом она могла размножиться, а потом уже дифференцироваться, причем еще дифференцироваться туда, куда мы хотим. Ну, предположим, мы хотим сделать Т-лимфоциты из стволовой клетки крови. Мы должны, во-первых, еще наработать стволовые клетки, что, говорю, пока еще никому не удалось для стволовых клеток крови, а во-вторых, еще направить именно туда, куда нужно, а не, например, в эитроциты. И эти сложные сначала научные, потом, так сказать, лабораторные, а потом уже и биотехнологические задачи, они сейчас решаются с разной степенью успешности. Универсального маркера стволовой клетки, то есть какой-то белковой молекулы или не обязательно белковой, которая отличала бы все стволовые клетки от всех остальных клеток, да, такого нет. Но есть наборы маркеров, это обычно больше, чем один, потому что очень часто какие-то по одному какому-то признаку мы не можем отличить, ну, как мы не можем отличить одного человека от другого по какому-то одному признаку. Хорошо, у Маши, у Кости черные глаза. Да, и поэтому... Ну да, там еще нос, волосы. А там еще нос, волосы, походка, пол, в конце концов, да, и так далее. Вот точно так же. И мы используем самые разные в наших лабораторных исследованиях, самые разные методы для того, чтобы пробовать следить за стволовыми клетками, для того, чтобы пробовать... Есть очень много способов на разной степени глубины, да, потому что мы можем сделать, например, полное секвенирование транскриптома, предположим, каких-то клеток и убедиться в том, что какие-то маркеры соответствуют стволовым или не стволовым клеткам. С другой стороны, мы можем сделать эксперименты инвитера на каждой из этих клетки и посмотреть, куда она превращается. Конечно, некой вершиной является, естественно, физиологическое. Вот когда у нас наша стволовая клетка, которую мы получили в пробирке, когда она, предположим, восстановит кроветворение той самой сублетально облученной мышки, да, или когда эта стволовая клетка, предположим, станет некой частью мозга при трансплантации той же самой мышки, да, вот тогда мы будем знать. Более того, она не просто должна быть там покрашена на какой-то маркер, она должна выполнять свою физиологическую функцию. И мы сейчас инструментарий довольно широкий для того, чтобы изучать стволовые клетки. Мы можем их там метить, если мы знаем какой-то маркер, и следить потом за судьбой, ну и так далее. Очень много есть всяких способов изучения стволовых клеток, но это иногда приводит к успеху, иногда не очень приводит к успеху. Вот была такая очень модная тема в начале 2000-м о том, что она называлась пластичность стволовых клеток, более того, были, в общем, серьезные работы о том, что в костном мозге содержится некая условная мезонхимальная стволовая клетка, которая умеет превращаться во всём. Да-да-да, были такие, я помню, разговоры. Да, разговоры были о том, что делали нейроны из этих клеток, пытались их делать клетками печени, ну, в общем, много что пытались делать. Это сложные артефакты были, слияние клеток в культуре довольно частое дело, изменение какой-то морфологии. Если клетку очень долго бить, она начнет плохо себя чувствовать, у неё изменяется мембрана, и антитела к какому-то маркеру, который мы используем для того, чтобы распознать эту клетку, они просто на неё начинают липнуть, потому что изменилась мембрана, клетке плохо, у неё там появились какие-то дырки просто, а то она ещё просто умерла и начала автофлюоресцировать, и поэтому вот такие вещи и происходят. современные, в общем, никому из серьёзных и известных групп, ни одной из серьёзных и известных групп не удалось повторить те работы, которые утверждали, что вот о плюрипатентности, то есть способности дифференцироваться во все типы клеток, не удалось это повторить, и поэтому, в общем, сейчас мы считаем, и думаю, что эта теория, она абсолютно оправдана, что во взрослом организме нету таких универсальных стволовых клеток. К нашему сожалению, конечно, но их нет. В костном мозге, например, есть два вида стволовых клеток, которые друг от друга, судя по всему, здорово зависят, но взаимно не переходят. Вот из мезонхимальной стволовой клетки будет кость широкорячий, и, возможно, там соединительные тканы какие-то, структуры, фибробласты и так далее, гематопоэтическая вся кровь, а вот нейронов не будет. Нейральные стволовые клетки будут жить совершенно в своей нише, и у них тоже будет свой ограниченный потенциал дифференцировки. Вот взрослые стволовые клетки-то не такие. Вот мезонхимальные стволовые клетки, что умеют делать. И надо сказать, когда мы говорим про мезонхимальные стволовые клетки костного мозга, которые умеют превращаться в кости, жир и хрящ, я тоже не могу не упомянуть совершенно потрясающих людей. Это Александр Яковлевич Фриденштейн, который в начале 60-х годов эти клетки обнаружил в костном мозге. Стромальные фибробласты, так называемые, теперь они очень по-разному называют стволовые стромальные клетки, мезонхимальные стволовые клетки. Есть еще термин мультипатентные мезонхимальные стволовые клетки, но речь идет на самом деле об одном и том же. И Александр Яковлевич Фриденштейн, он цитируется всеми, как только про МСК, это аббревиатура мезонхимальных стволовых клеток, говорят и про Александра Яковлевича. А вот Йосиф Леоид Чертков, совершенно потрясающий человек, которого, к сожалению, тоже нет на свете, он был одним из первых, кто роль этих клеток в кроветворении очень активно изучал, и, в общем, кому принадлежит некая теория об иерархии вот этих клеток, что у них тоже есть своя иерархия и так далее, и так далее. К сожалению, его работы не столь оценены международным научным сообществом, именно поэтому я сегодня хотела его еще раз упомянуть, потому что его работы, я считаю, очень прозорливые, опередили свое время намного. Стволовые клетки взрослого мозга. Что из них получается? Они находятся в специальном отделе, они находятся в зубчатой фасции гиппокампа и умеют дифференцироваться в астроциты, в нейроны, в олигодендроциты, то есть во всех клетках нейрального ряда. Понятно, что у них достаточно ограниченная область применения, то есть не применение, извините, пожалуйста, даже физиологической функции, то есть нельзя сказать, что они у нас в течение жизни восстанавливают мозг, это не совсем так. Они скорее играют большую роль в обучении. Я не являюсь специалистом по взрослым стволовым клеткам вообще и по стволовым клеткам мозга в частности, но вот такие клетки есть, и надо сказать, что российские исследователи есть, которые внесли очень серьезный вклад. В общем, подверглась большому сомнению утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, скажем так. Да, они восстанавливаются, но не везде, не всюду, но не как кожа, не как кишечник. Да, 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 они восстанавливаются. Стволовые клетки волса. Собственно говоря, вот свойство самообновления кожи, оно, наверное, одно из двух, может быть, стволовых клеток кожи, извините, это, наверное, один из двух типов стволовых клеток, которые очень активно сейчас уже используются в медицине, потому что еще с 70-х годов и 80-х, начала 80-х делают кожные эквиваленты. И надо сказать, что недавние потрясающие совершенно работы о том, как восстанавливают кожу у больных неким очень словом, ну, булезным эпидермолизмом, да, и были работы, собственно говоря, вот именно открытие стволовых клеток, которые находятся на границе, собственно говоря, дерма и эпидермиса, и позволяют нашей коже восстанавливаться после повреждений, не только после повреждений, но просто физиологическую регенерацию осуществлять. Они позволили сделать вот такие тканевые кожные эквиваленты, и это сейчас используется достаточно широко. Стволовые клетки кишечника и желудка. Тут, немножечко забегая вперед, мы будем говорить еще про органоиды. Так вот, из одной клетки, которая находится тоже в основании крипты, можно вырастить всю крипту, и даже несколько крипт. И вот Ханс Клеверс, это голландский исследователь, самый известный исследователь в области этой, его группа вырастила целую мини-кишку из одной клетки. И вот они сняли такое кино, эти клетки были еще мечены специальными флуоресцентными белками, и поэтому можно как раз следить за судьбой каждой из этой клетки, потому что каждый из потомков стволовой клетки будет окрашен в свой определенный цвет. Ну, это флуоресценция, конечно, это не то, что оно там красками покрашено, это зеленый флуоресцентующий белок, и красный, и желтый, и тесно-синий. И как раз они нашли маркер этих стволовых клеток. Он, кстати, есть в некоторых других стволовых клетках тоже взрослых. И научились эти мини-кишки растить. И на самом деле эти мини-кишки – это не просто такая забава или способ изучения молекулярных механизмов вот этой дифференцировки и так далее. Это исключительно важная вещь для того, чтобы искать лекарственные средства при персонализированной терапии некоторых наследственных заболеваний кишечника, в частности, при кишечной форме луковисцидоза. Вот это, собственно говоря, и делают уже в Голландии. Поскольку ген, который мутирован при этом заболевании, там очень много мутаций разных может быть, то для человека, который несет каждую конкретную мутацию, можно подобрать некую терапию, взяв у него маленькую биопсию кишечника и сделав этот органоид. И потому как этот органоид отреагирует на лекарства, можно подобрать ту или иную терапию. То есть это уже в действии? Это уже в действии. Не говоря уже про то, что с помощью этой технологии органоидной и просто исследования этих органоидов в качестве модели было исследовано масса всяких процессов, про которые раньше ничего не знали, молекулярных. Что там происходит, как у нас останавливается кишка, как она реагирует на привождение. Более того, как возникает опухоль кишечника. Тоже было на самом деле во многом смоделировано именно на этих органоидах. Теперь я хочу все-таки поговорить о том, а есть ли стволовые клетки, которые действительно способны на все. Эти клетки называются плюри-патентные, потому что плюри-это много, хотя и это клетки, которые способны к дифференцировке во все ткани эмбриона и в постэмбриональные ткани всех трех зародышевых листков. И стволовые, понятно, способны к самообновлению. Если посмотреть на эмбрион, на ранний, то он состоит из, понятно, сначала мы все состоим из одной клетки, потом из большего числа у нас есть 8-клеточная амморула, так называемая 16-клеточная амморула. Это где-то 3 дня развития после оплодотворения. И вот где-то у человека на 5-й день после оплодотворения возникает первое тканевое разделение, детерминация на клетки так называемого трофобласта и клетки внутренней клеточной массы. Вот эти клетки внутренней клеточной массы, они все равны. Из них из всех могут произойти все остальные типы клеток. И в попытке моделировать нишу, на самом деле, Эванс и Кауфман в 1981 году, ну еще была работа Мартина, они сделали, они научились вот эти клетки внутренней клеточной массы растить на подложке из других клеток, чтобы они не дифференцировались. Потом, уже чуть позже, было ясно, за счет каких факторов, стало ясно, за счет каких факторов эти клетки могут остаться в недифференцированном состоянии. Они получили название эмбриональных стволовых клеток. И в 1981 году были сделаны эмбриональные стволовые клетки мыши. В 1995-м вот этот человек, Джеймс Томпсон, сделал эмбриональные стволовые клетки обезьяны, а в 1998-м он делал эмбриональные стволовые клетки человека из бластоцистов, которые... Бластоцисты — это вот как раз эмбрионы на такой стадии, которые были не востребованы после экстракорпорального оплодотворения. Они всегда получаются, почти всегда получаются лишние, потому что сама процедура диктует то, что делают сначала суперовуляцию, так называемую. Из-за клеток получается больше, оплодотворяют их тоже достаточно много штук, а потом выбирают самые лучшие. Невостребованные могут быть замороженные, невостребованные могут быть те, которые не очень хорошие, просто уничтожены. И, конечно, вопрос о эмбриональных стволовых клетках человека он вызвал очень большое количество дебатов. Исследование эмбриональных стволовых клеток человека в Америке при Буше государственное финансирование было запрещено, кроме как раз, поскольку законы обратной силы не имеют, тех линий клеток, которые уже были. Ну, то есть, это вопрос очень сложный. И с эмбриональными стволовыми клетками, линиями эмбриональных стволовых клеток, которые сейчас много сотен разных линий, работают во всем мире. В некоторых странах работы с ними ограничены, нужно получать специальное разрешение и так далее. Во многих странах это совершенно ничем не ограничено. В нашей стране работать с эмбриональными стволовыми клетками мы можем, но согласно 180-му закону мы не можем использовать их для создания биомедицинских клеточных продуктов. Я не хочу это никак комментировать. В мире как раз клинические испытания уже идут продуктов, которые сделаны из эмбриональных стволовых клеток. Потому что эмбриональные стволовые клетки можно бесконечно растить, их можно научиться дифференцировать. И вот в частности уже идут клинические испытания вовсю из эмбриональных стволовых клеток, где вот предметные петели сетчатки, например, его дегенерация и гибель являются причиной возрастной макулы дегенерации. Да, и много еще, на самом деле, каких заболеваний, есть наследственные заболевания, вот именно этих клеток, которые обусловлены гибелью этих клеток. И эмбриональные стволовые клетки вот в 99-м году Сайенс назвал получение линии СК величайшим достижением биологии 20-х лет. Вот десятки под Новый год, которые они запускают, это было на первом месте. На первом месте было. И действительно так, потому что с помощью этих клеток, кроме того, что человечество действительно получило надежду делать в себе органы и ткани, но, кроме этого, конечно, процесс раннего развития, дифференцировки и так далее, с помощью эмбриональных стволовых клеток были сделаны. А эмбриональные стволовые клетки мыши, на самом деле, послужили науке очень сильно, потому что Нобелевская премия по медицине 2007 года, собственно говоря, она дана была Эвансу, Копечи и Смитису за технологию генетического нокаута, при которой я подробно, наверное, не буду останавливаться на этой технологии. Сейчас генетический нокаут делают немножечко по-другому уже, наверное, лет пять как, хотя традиционные методы все равно остаются. И вот, короче, в эмбриональных стволовых клетках мыши можно сломать или починить, в принципе, какой-нибудь ген, для того, чтобы ген, на самом деле, изучить, лучше всего его сломать и посмотреть, что будет. И вот если в эмбриональных стволовых клетках сломать какой-нибудь ген, а потом эти сломанные эмбриональные стволовые клетки подсадить в ранний-ранний эмбрион мыши, то они за счет своего свойства, вот этой плюрипатентности, начнут дифференцироваться и внесут свой вклад в какие-то ткани. Если очень сильно повезет, это так называемая химерная мышка, а если взять, соответственно, балстоцисту от мышки одного цвета, а эмбриональные стволовые клетки от мышки другой, то и получится такая мышка с пятнышками. Если сильно повезет, то эти клетки станут и клетками зародшего пути. И в таком случае можно получить мышку, которая целиком будет состоять из потомков, методом скрещивания последовательного, который будет состоять уже из целиком. А это зачистая линия, которую можно изучать. Которую можно изучать. Что и делают. Что и делают. И, собственно говоря, нокаутные мыши внесли такой вклад в науку, что за разработку метода вот этой починки или, наоборот, поломки этих генов капичи и смитису, и за эмбриональные стволовые клетки ионсу. Это было отмечено Нобелевской премией, потому что это действительно внесло потрясающий вклад в науку. Теперь мы знаем, что процесс развития однонаправленный. И это догма. Но, возможно, какие-то догмы... Не догмы. Они на самом деле не догмы. Нет, это, наверное, все-таки догмы для нормального развития. Пока не вмешаются ученые. Да, никто никогда не видел, чтобы взрослый человек вдруг начинал уменьшаться в размерах, а потом превращаться в младенца. Но, тем не менее, такие процессы... Они существуют. То есть, можем ли мы попробовать закинуть вот эту клетку, которая где-то вот здесь находится, вот на эту вершину гары. Ну, или хотя бы сюда. Или хотя бы сюда. И это называется репрограммирование. Можем ли эту программу повернуть вспять? И эксперименты, которые сделаны как раз в 60-х годах, одновременно, в общем, с теломомокалку по гематопоэтическим стволовым клеткам. Эксперименты, которые сделаны были Герданом, показали, что действительно мы можем попробовать репрограммировать судьбу клетки. И Гердан взял яйцеклетку лягушки, оплодотворенную яйцеклетку, шпорцевой лягушки, и взял клетку взрослую кожи и ядро взрослой клетки пересадил в энуклеированную яйцеклетку, то есть лишенную ядра яйцеклетки. И оказалось, что в яйцеклетке есть какие-то факторы в цитоплазме яйцеклетки, которые могут полностью изменить программу взрослого ядра, потому что продуктом этой манипуляции, естественно, после многих проб и ошибок, явился головасти, который развился во взрослую лягушку. То есть, собственно говоря, произошло то, что называется общепринятым словом клонирование, хотя на самом деле это называется соматикселонуклеотрансфорд, то есть это перенос ядра соматической клетки, в ацит. Дальше после лягушки пошли млекопитающие, и, конечно, мы все знаем про овечку доли, когда впервые Ян Вилмут с авторами совершил такой перенос на крупном млекопитающем. Но это было гораздо раньше, это не 2008, это, конечно, 97-й доли. Да, это 97-й, это просто я стараюсь ссылки на статьи все-таки включать. Это было в 97-м году, действительно. И к моменту открытия, о котором я хочу рассказать позже, к открытию Токахаши и Монако, было уже ясно, зачем, собственно говоря, вот были эмбриональные стволовые клетки, для чего их делали. Было уже ясно, чем отличаются эмбриональные стволовые клетки от всех остальных взрослых клеток. Есть такое модное слово сигнатура, вот это, собственно говоря, набор тех генов или тех факторов, или белков, которым отличается одна клетка или один тип клеток от другого типа клеток. Вот эта сигнатура более-менее была уже известна, потому что были сделаны транскриптомы, то есть секвенс, определение всех транскрибируемых генов в эмбриональных стволовых клетках, и было ясно, чем они отличаются от всех остальных. Более того, было известно к моменту открытия репрограммирования генетического, какие транскрипционные факторы, то есть белки, которые управляют экспрессией других генов, отличают эмбриональные стволовые клетки от взрослых клеток всех. И Яманако и тогда бывший аспирант его Токахаши взяли 24 таких гена, которые, по их мнению, являлись самыми главными для поддержания вот этой стволовой степлерепатентности, и заклонировали их, сделали конструкты ретровирусные и стали заражать этими вирусами сначала всеми вместе, а потом разными группами, в разных сочетаниях, в разных сочетаниях начали заражать эмбриональные фибробласты мыши. И в конце концов они вывели некое сочетание, которое необходимое и достаточное для того, чтобы клетки взрослые превратились в клетки эмбриональные. Некоторые, очень небольшой процент клеток, будучи зараженными этими вирусами, которые несли транскрипционные факторы ОКТ, СОКС, КЛФ и ЦМИК, это теперь называется коктейль Ямонако, они становились похожи на эмбриональные стволовые клетки, более того, это все было сделано на мыши, более того, когда первые клетки, которые получились, они не образовывали химеры, или не химеры были не жизнеспособны, химеры мышиные, а там вторая, третья партия клеток, но там есть некоторые свои тонкости, они уже могли давать химеру, то есть это значит, что в конце концов, действительно, это были фибробласты хвоста, то есть клетки были хвоста, и получается, что из хвоста мыши можно в итоге получить всю мышь. и потом, кстати, Джеймс Томпсон, который создатель эмбриональных стволовых клеток, он использовал другое сочетание, это были Окт, Нанок, Кэллов и Лин-28, это другое сочетание генов, но там пути очень сходные, в общем, тоже все получилось на клетках человека. Вот дальше в течение многих-многих уникальных случаев, всего через шесть лет после своего открытия Ямонако получил Нобелевскую премию в 2012 году. Они получили одновременно с Гердоном, который своей Нобелевской премии дождал 60 лет, потому что на самом деле Нобелевская премия про одно и то же, за успехи и за физиологические основы репрограммирования. То есть Гердон сделал соответственно клонирование первое, а Ямонако нашел, как сделать это с помощью всего нескольких генов под генетическим путем. Да, да. И репрограммировали уже все, что можно, и клетки кожи, клетки крови, клетки сосудов и так далее. Любые соматические клетки, которые имеют ядро, они были репрограммированы. Умышь точно. Дальше, как доставлять эти факторы и так далее, и так далее. Дальше было сделано много экспериментов по тому, как эффективнее репрограммировать, как сделать так, чтобы эти наши векторы, с помощью которых мы доставляем, не встраивались в ДНК. В общем, эта технология развивается до сих пор на самом деле. Но надо сказать, что если раньше это действительно было то, что называется по-английски state of the art, то есть некое совершенно такое действие уникальное, авангардное, то сейчас, в общем, скажем, в наших лабораториях стандартная бакалаврская работа это сделать, охарактеризовать и еще что-нибудь еще успеть сделать. И вот так, собственно говоря, выглядят эти эмированные клетки. Их нельзя внешне отличить от эмбриональных стволовых клеток. Понятно, что когда они дифференцируются, они выглядят уже по-другому. Почему это так здорово и так интересно? Что мы можем с помощью них делать? Потому что мы, если эмбриональные стволовые клетки, это все-таки клетки какого-то потенциального индивидуума, который имеет свою генетику и, соответственно, свой иммунологический тип. Поэтому клетки, которые сделаны из этих эмбриональных стволовых клеток, они отнюдь не каждому подходят, а подходят точно так же, как один человек в виде донора для другого. То есть на самом деле достаточно редкое событие, чтобы люди совпадали по своему монологическому типу. А тут получается, что мы от каждого можем его собственные стволовые клетки получить и сделать. Для чего это может быть? Во-первых, есть люди, у которых есть различные наследственные заболевания. И дело в том, что для многих наследственных заболеваний первые симптомы проявляются уже тогда, когда что-то делать поздно. Например, есть такие редкие достаточно нейродегенеративные заболевания, такие как хорея гентингтона. и вот человек заболевает тогда, когда у него первые симптомы появляются, тогда, когда у него уже чуть ли не четверть нейронов только остаются среди тех нейронов, которые наиболее подвержены этому заболеванию. Поэтому нужна какая-то модель для того, чтобы это заболевание изучать. Поэтому мы можем моделировать болезни в чашке. Не только моделировать болезни, но и делать скрининг с целью поиска новых лекарственных средств. Я уже говорила про органоиды кишки, что это уже делается со взрослыми стволовыми клетками, но это можно делать с индуцированными плюрипотентами, дифференцировать их куда можем. Существует сейчас технология геномного редактирования, что тоже на слуху, и мы можем исправлять мутацию. Мы можем вносить ее, исправлять и вообще делать с геномом практически все, что хотим. Естественно, есть вопросы безопасности и всего остального. Это другой несколько вопросов, но технологически это возможно. Поэтому мы можем надеяться на то, что мы когда-нибудь сможем эту мутацию исправить и для пациента иметь здоровые клетки для трансплантации мужа, для восстановления функций. И надо сказать, что это не такая безумно далекая перспектива. То есть, мы говорим не о том, что это будет через 200 лет, через 300, я думаю, что это будут какие-то, я боюсь быть слишком большим оптимистом, но я думаю, что это десятки лет, а не сотни во всяком случае. Нам в руки попал исключительный инструмент для того, чтобы, во-первых, посмотреть, как оно работает. Действительно, нету нормальных мышь. Это прекрасная модель, не только мышь, и дрозофила, и любые другие модельные животные. Это очень хорошо. К сожалению, любая модель, надо сказать, что и клетки там репрограммированные, индуцированные, полирепатентные, эмбриональные, эти модели тоже имеют свои ограничения. Но любая модель имеет свои ограничения. Но мы получили очень интересный и очень серьезный инструмент для того, чтобы, во-первых, посмотреть, как мы развиваемся, а во-вторых, понять, от чего иногда мы болеем, особенно болезни развития, особенно нейродегенеративные патологии, патологии сердца и так далее. Спасибо большое. У нас есть рубрика по скриптам. Я хотела попросить вас в ней вернуться во времена дорепрограммирования. Вопрос такой. В 90-е, а еще раньше были работы экспериментальные по поводу трансплантации стволовых клеток, в частности, для лечения нейродегенеративных заболеваний, для лечения диабет в островковые клетки, В-бета-клетки, но они как-то не нашли развития. Насколько я помню, они уперлись, в частности, одним из преград для продолжения этих исследований было отсутствие возможности для контроля их развития. Скажем, в том, что касается нейродегенеративных, были якобы данные о том, что они избыточно начинают развиваться, расти, и трудно контролировать их количество, в частности. Было такое? И контролируемы ли они вообще вот так вот ин виво? Вопрос может их сдержать? Значит, во-первых, конечно, когда мы говорим, если мы говорим про новый виток развития и клетки репрограммированные, то там тоже есть свои вопросы. Стволовые клетки взрослые для трансплантации, для нейротрансплантации, откуда их, собственно говоря, можно взять? Их можно взять только из абортивного материала. Больше ниоткуда. Ну и тогда из-за этого, кстати, тоже были проблемы. Есть вопросы, да, это все обсуждается, хотя до сих пор в Европе существует и достаточно успешно проходят клинические испытания. Было несколько программ, программа транс-евро и так далее. В Швеции там было, профессор этим занимался, забыл фамилию. Перкстер, ну, неважно. Там это целый консорциум на самом деле, который включает несколько скандинавских стран, если не ошибаюсь, там в Великобританию, ну, в общем, это большой консорциум по трансплантации клеток черной субстанции, которые выделены из абортивного материала пациентам с паркинсонизмом. Первая часть этих клинических испытаний, она была, ну, скорее, менее успешна, чем более. Там есть всякие проблемы медицинского характера, действительно, не совсем понятно. Там были некие побочные явления, да, я, поскольку, не специалист в паркинсонизме, то я даже не буду подробно на этом останавливаться, но, тем не менее, эта программа продолжается. Вопрос источника, да, это раз. я точно знаю, что отнюдь не во всех странах, даже если предположить, что все исключительно успешно, это будет разрешено. Во-вторых, действительно, есть проблемы контролирования того, как это размножается, и так далее, и так далее. Этот вопрос широко очень обсуждается и для репрограммированных клеток. как убедиться в том, что у нас не осталось никаких недифференцированных клеток. Другое дело, что когда говорят, что эти клетки похожи на опухолевые, это совсем не так. Есть еще и такое, да. Да, есть еще и такое, это совсем не так. Скорее всего, даже если будет одна здоровая, нормальная, недодифференцированная клетка, она попав в соответствующую нишу вместе со своими товарищами, которые уже дифференцированы, предположим, в предшественнике нейронов, она и станет этим нейроном, или в крайнем случае астроцитом. Но существует вероятность поломки. И тогда я имею в виду генетической какой-то поломки, соматической мутации, которая вдруг приведет к трансформации вот этой вот одной недодифференцированной клетки. Ну, во-первых, есть разные способы бороться с подобным рода опасностями. Это могут быть всякие генетические методы, когда мы вводим какой-нибудь сочетание клеточной терапии с генной инженерией, когда мы можем ввести какую-нибудь так называемую суицидальную кассету, когда та, которая недодифференцирована погибнет, она просто убьется. Есть еще способы, например, эти недифференцированные клетки, они очень чувствительны к определенному виду антибиотиков. Ну, то есть, это вопрос открытый. Вопрос открытый. Это открытый, это в 90-е это не закончилось, вопрос открытый. Вопрос открытый, да. Но, тем не менее, уже есть клинические испытания, или, во всяком случае, там, единичные трансплантации, вот совсем недавно, неделю назад, была еще одна статья о трансплантации клеток, которые сделаны из эмбриональных стволовых клеток, дофаминергических нейронов, которые были трансплантированы пациенту с паркинсонизмом. И надо сказать, что когда, например, тот же самый Роберт Эдвардс впервые осуществил экстракорпоральное оплодотворение, надо сказать, что смелости этого человека просто поражают до сих пор, потому что это не тот случай, когда человек помогает, или какой-то делает первую трансплантацию тех клеток, которые не перейдут в следующее поколение. А тут трансплантация, то есть новый человек, который действительно получил свое рождение в пробирке. И вот когда Роберт Эдвардс делал первые свои такие испытания, свои технологии, конечно, оставалось очень много вопросов. И пока мы не начнем действительно очень осознанно с полной мерой ответственности. После доклинических испытаний не начнем действительно клинические испытания, мы много не узнаем. Не узнаем. Спасибо большое, Мария Андреевна. Спасибо. Спасибо. .